Продолжение следует... Это хорошо. Это хорошо. Продолжение следует... Мы хотим обсудить, по сути, глобальные вопросы, но с таким прицелом полно такое наше локальное, конкретное событие. Есть такой проект, который называется «Веха». Это большой архив, который собирается со всей Белоруссии, фотографии семенин, повседневных, снятых на протяжении всего XX века. И вот маленький кусочек этого архива – это фотографии коллекции «Наилепший бог». Что такое «Наилепший бог»? Фотография, которая пошла в эту коллекцию, это фотография, которая снята в белорусских деревнях примерно в середине XX века. То есть несколько десятилетий до и одно десятилетие после. Можно их называть довоенными, межвоенными, сразу послевоенными. По-разному можно обозначать их по прямой рамке. Но их всех объединяет одна очень интересная черта. Это в основном фотографии семейные. И когда мы их рассмотрели, мы обратили внимание, что все семьи, запечатленные на этих снимках, они сняты в отворье в основном на фоне тканок постелок и дванок. Это абсолютно уникальное явление, характерное для Белоруссии и для всех регионов нашей страны. И нам показалось, что в этом есть какая-то красота, какая-то загадка. И в этой, казалось бы, такой загадочной традиционной детали, в этих постелках и дванках, как нам кажется, можно вычитать очень много интересных социально-культурных каких-то последствий. И вообще нам бы хотелось, чтобы то, что мы представляем в этой коллекции на «Левший бог» уже в виде книги, а мы с помощью «УМ» хотим издать эти фотографии в виде книги. Нам бы хотелось, чтобы эти фотографии стали предметом обсуждения, как широкого круга людей, которым просто действительно от души, аффективно, интересно рассматривать эти семейные фотографии. Так и исследователи, которые могут увидеть здесь что-то еще, нечто большее, чем просто лица людей, которые хотели остаться в памяти своих родственников, своих внуков, может быть, правонарков и так далее. Здесь есть эксперты, которые связаны с изданием этой книги. Например, Ольга Лобачевская, очень рада, что вы смогли прийти. Это профессор и доктор искусствоведения. Ольга написала замечательную статью для нашей книги. Спасибо вам огромное за это. Здесь также присутствует историк, представитель Европейского колледжа «Либроварк» Алексей Краточкин, Ольга Романова, киновер, искусствовед, культуролог, тоже представитель Европейского колледжа «Либроварк», Александр Долговский, историк и представитель исторической лаборатории «Либроварк». Если кто-то здесь еще есть, из людей, которые действительно могут нам помочь, понимание фотографий, пожалуйста, вы можете всегда подключаться к дискуссии в магазинах и партнерах. И, в общем-то, да, я сказала, что мы хотим совместить наши дискуссии на такой локальный взгляд, конкретный на эти фотографии, потому что они интересны именно своей фактурой исторической, так и какие-то обобщения, которые мы можем сделать. Какие мы можем сделать обобщения? Наш глобальный вопрос, как фотоархив может стать каким-то инструментом культурной памяти. И вот такой общий вопрос нашим экспертам. Как вам кажется, что эти фотографии из этой коллекции могут добавить к нашему пониманию вот этого периода? Ну, давайте говорить, наверное, про сразу до войны и после войны. Может быть, если можно, и с Александром. Ну, я бы хотелось ответить с такой исторической точки зрения. Мне кажется, здесь очень важен контекст, и насколько эти фотографии будут представлены в контексте, от этого будет зависеть, что мы можем с них читать. Потому что если брать саму фотографию, это, конечно, элемент вырванный из реальности, какой-то фрагмент, ну, не видимо, что происходит по бокам, кто участвовал в создании этой фотографии. Мне кажется, если из этого делать серьезный продукт, было бы интересно знать, из какого это альбома, почему именно здесь эта фотография была сделана. Возможно, в этом альбоме мы можем узнать предысторию и историю после момента создания фотографии. И также было бы интересно, если бы мы знали бы отдельных участников, которые могли бы нам прояснить, зачем это создавалось, в каком контексте. То есть я бы апеллирован к тому, что мы можем больше считать информацию, если бы начну разбирать подробно исторический контекст создания этой фотографии. Ну, я просто поясню, что, да, про некоторые фотографии мы знаем очень много, и место съемки, и семью, которая снималась, кстати, вот авторство, сам фотограф, который снимал, мы известен гораздо реже, чем сама семья, и это, в общем-то, закономерно. Но про некоторые фотографии мы даже только приблизительно можем сказать о какой-то десятилетии. И поэтому, действительно, мы здесь вступаем в такое поле, очень странное, когда у нас есть осколочное только знание, часть из них мы можем использовать для того, чтобы такую археологию, место времени людей через какие-то персоналии, через место раскапывать. Часть фотографий, они предстают в качестве такого чистого визуального сообщения, которое можно даже не историческими, но скорее методами расшифровать, а каким-то визуальным, метрологическим. Так, да, я добавляю тебя, что тогда всегда существует риск получить то, что вы хотите в этом увидеть, да, что и при дополнении какими-то дополнительными документами этот смысл может меняться. И они могут изучить, могут нередко даже противоречить. А люди, которые ты снимали, вообще совершенно другое. Согласна. Но возвращаясь к вопросу, что можно узнать на этих фотографиях по-прежнему, да, может быть, Алексей? Ну, я же историк тоже, и поэтому слово «контекст» — это центральное слово. Вот, и я полностью согласен с Александром, потому что контекстуализация этих изображений — это то, что и должно происходить при их исследовании. И я произведу такой пример, может быть, вот недавно Underway International, такая организация белорусская немецкая проводила конкурс. Цель этого конкурса была собрать со всей Беларуси фотографии после военного времени и такие небольшие эссе, да, которые пишут те, кто предоставляет эти фотографии, прочитать все эти материалы и как-то собрать, и наградить тех, кто написал лучшие эссе и прислал интересную фотографию. И как раз, прочитав, ну, я там и коллеги Андрей Мастерик, которого сегодня нет, и еще ряд людей, мы были частью жюри этого конкурса, и обсуждали все эссе, обмениваясь мнениями о том, как люди, опираясь на фотоизображение, как они о них пишут. И это очень интересная вещь, потому что, ну, есть такое понятие там рефрейминга, памяти, да, то есть сегодня в обществе так подписано о чем-то говорить, о прошлом, там, через какое-то время иначе, и, соответственно, то, как описываются эти фотографии, в них можно было увидеть не столько дух того времени, сколько то, как мы сейчас об этом, как об этом сейчас принято говорить. И в этом смысле это большая проблема анализа этого контекста. Ну, и я бы еще поместил этот проект, наверное, еще из такой оптики посмотрел бы на этот проект. Дело в том, что, если говорить о нашей историографии белорусской, то, конечно, у нас очень большие пробелы связаны с историографией XX века. У нас есть какие-то темы, которые были такими мейнстримными, но, к сожалению, то, как сегодня пишут о довоенном времени и послевоенном, это такие отдельные темы, и они пока не складываются в какой-то такой нарратив, который был бы, ну, таким большим, интересным, любопытным. И изучение фотографий, мне кажется, как раз вот этих фотографических изображений в издании альбома, оно ложится в то, что, естественно, называют культурной историей и визуальным поворотом. И если, например, сегодня говорить о каких-то темах, которые исследуют те, кто занимаются советским периодом, там, довоенным, послевоенным, конечно, это такие темы, например, как история советской субъективности, это визуальная история, это история эмоций и ряд-ряд таких других интересных тем, в том числе связанных с репрезентацией каких-то изображений. И, как мне кажется, вот как раз, ну, просто если говорить, например, о той же визуальной истории, там есть статьи там Виктории Боно и других исследователей, которые, например, описывают, как репрезентировался образ общества в официальной пропаганде. И мне кажется, как раз было бы, может быть, любопытно сравнить вот канон вот этих семейных фотографий с официальной пропагандой. То есть, какой образ выстраивался там в 30-е, 40-е, 50-е годы в официальной пропаганде, образ там рабочих, христиан, христианок, и одновременно как конструировалась эта семейная фотография. То есть, возможно, это был бы один из таких любопытных аспектов анализа. Ну, только улыбается, вот это как раз. Так, ну, перед тем, как мы посмотрим действительно, насколько сильно отличаются, ну, собственно, живые люди от того конструкта, который предполагалось считать советскими белорусами, я сделала небольшую подборку по фильму, я бы, знаете, что хотела такую предельно широкую рамку задать, интерпретационную как раз. Потому что вот когда я сегодня готовилась к дискуссии и открыла весь сайт, да, с фотографиями, которые хотят поместить в альбом, конечно, они удивительно оставляют впечатление, как, ну, фактически, с одной стороны, предельно человечный, да, такой документ, а с другой стороны, что-таки исторический документ. И я подумала о том, что то, что мы сегодня понимаем под фотографией, да, вот под световой фотографией, ну, любительской, и то, что вот понимали под фотографией в довоенное и послевоенное время, это совершенно разновекторные такие объекты, да, то есть, грубо говоря, это абсолютная оппозиция, потому что, если мы даже на эту фотографию посмотреть, мы видим, ну, определенный ритуал, да, мы видим определенное послание к потомкам, да, мы видим очень серьезные лица и людей, которые серьезно относятся к тому факту, что их фотографируют. Ну, мы будем потом более подробно, наверное, эти фотографии анализировать, мы такую поподобрали. Если представить то же самое, что вы там находитесь, не знаю, в любой социальной сети, вы видите, скорее, индивидуальную историю, вы видите попытку ухватить момент, вы видите послание вовсе не к потомкам, а к вашим уже современникам, к вашей социальной группе, да, то есть, это абсолютно, вот, то, что это называется фотографией, и то, что мы видим, там, в любой соцсети называется фотографией, это абсолютно разные объекты, да, то есть, они по своим целям, задачам, ценностям, ну, как бы, вот, их можно рассматривать как оппозицию. И вообще, если задавать такую широкую культурологическую равну, я бы сказала, что это еще история про, может быть, такое более традиционное общество, которое с помощью новых медиа, с помощью фотографий учится себя отпечатывать, да, во времени. Мы находимся в такой системе культуры пост в любом случае, да, и мы уже не отвечаем для ничего, мы отвечаем в лучшем случае, ну, в попытку ловиться в свое состояние, или передать вот в месяц, что я сегодня счастлив, счастлив, да. Вот, это вообще такая широкая рамка, которая, в общем, ну, как бы, вот противопоставляет наш опыт вот этому богу, да, то есть мы в любом случае должны держать. Теперь, да, то, что касается, почему я решила подобрать несколько кадров из фильмов, потому что я занимаюсь советским кино, которые отражают поиск вот этого официального облика советского белоруса, потому что меня поразило, когда я, ну, я привыкла к кино, потому что я этим занимаюсь, советским кино, но когда я стала рассматривать фотографии, у меня было прямо такое шоковое ощущение распыления, насколько реально живая история и вот вот фотография, да, как медиум, насколько она, во-первых, противится какому-либо конструированию, да, и не совпадая с тем конструктам, которые приучали видеть свое отражение, там, с помощью кино, плакатов и так далее. Ну, сейчас, наверное, мою папочку, да, на доказательство. А мы, если смотрим сначала на людей, которые противостояли все это, всему это может быть создано, я просто предлагаю... Сначала проанализировать, да, а вспомнить сейчас. Ну, в общем, действительно, я очень благодарна Оли за то, что она подчеркнула все те культурологические аспекты, которые мы можем здесь взять, и действительно, то, что она говорит про эмоциональное взаимодействие с фотографией, мне кажется, очень важно, потому что те люди, которые делали эти фотографии, они рассчитывали именно на эмоциональное рассматривание фотографий, которое будет принадлежать их, скорее всего, близким родственникам или близким людям их близким родственникам. Когда сейчас мы начнем анализировать, мы, конечно, сделаем некоторые усилия, потому что эти люди, естественно, не были настроены на то, что кто-то начнет когнитивно считывать некое их послание. Вот, и про эти фотографии, которые, мне кажется, чрезвычайно информативные, мы знаем только то, что написано на этой доске. К сожалению, мы не знаем более точно какие-то атрибуции. То есть, тем не менее, это некий ритуал, наверное, начало школьного года, а может быть, просто возникла возможность, приехал фотограф в определенную местность, и можно было снять этот самый пятый А-класс на армянской средней школе или сельской школе. Вот, соответственно, что мы или вы можете увидеть на этой фотографии? Я тут предлагаю нам всем обсуждать. Не только нам, но и всем вам. Меня что провоцирует на абсолютно тупиковые идеи? Что? Почему один пионерский галстук? Да, остальные протестуют против данной практики. Я пытаюсь это попсу сразу загнать. Нет, не знаю. Только один пионерский галстук, но девушка с пионерским галстуком на первом плане. Да, да, там могли быть разновозрастные совершенно, немножко дети присутствуют. Да, там вот мальчики уже были такие маленькие. Ну, слушайте, ну вот 1953 год же, да, прекрасный год смерти Сталина. Я не знаю, что это было. Нет, на самом деле мы же не знаем, когда это снято, там до смерти или после. Лето, это на улице явно снято, потому что там же тоже есть... вот эта тканая. Получить просто тут, конечно, качество... Фактуры сцены не... Я её просто дома рассматривала. Вот, это точно на улице. Это сделала так же, как и вся вот эта серия фотографий, когда выходили и завешивали дом, который казался обыденным, да, таким повседневным и некрасивым, завешивали вот этим красивым домотканом. А вот ещё вот оно там есть. И сверху выстрелили, видимо, табличку. Это чуть после смерти Сталина, да? Да, это лето. Это лето. Можно здесь уйти далеко в интерпретациях. А было у меня очень глупый вопрос. Вы вообще альтернатива завешивать чем-то другим? Ну, в этой коллекции мы не видим альтернативы. И мы не... У нас нет ни одного снимка без вот этой... Без постилки. На более поздних фотографиях там есть не самотканые и домотканые, а уже купленные где-то и произведённые на производстве занавески. Ну, это буквально пару фотографий. Есть одна деталь, которая, к сожалению, плохо видно, но вот здесь, я бы спросила, дайте показать. Вот здесь из-под лавки выглядывают босые ноги вот этой девушки, которая, на самом деле, сама в пиджаке. То есть она в белой блузке, но у неё нет обуви. И, судя по всему, отсутствие этой обуви пытались скрыть тем, что её поставили туда куда-то немножко в задний ряд. Но, тем не менее, босые ноги. И, судя по всему, если для такой праздничной фотографии обуви не нашлось, то её в семье ни у кого, ну, как бы ни у кого нет. Не было в тот момент, кого одолжить, да? Кому одолжить этой девушке. Ну, тут экономически это как бы понятно, да. Потому что, собственно, если даже читать такой официальный нарратив о послевоенном восстановлении, то понятно, что в сельской местности всё было намного хуже, чем в городе. Если говорить о каких-то экономических вещах. Но тут интересно о самых геодиях. Мне там впечатляют, наверное, тоже поговорить. Среди них мужчины, например, не знаю, сколько им лет, так, ориентировочно. Возможно. Могли ли они участвовать в войне? То есть, это такой вот момент, если да, то, может быть, почему нет в таком случае? Это никак не обозначено или не обязательно совершенно, да? Ордена медали. А у вас какие улья идеи? Ну, если говорить про ордена медали, тогда именно что-то. Я думаю. Ну, в то время ещё надо сказать, что, собственно, сразу после войны, через днеподобия, фактически, празднование тоже 9 мая, оно было как бы с невелима, да, и только начиная с 60-х годов началось такое конструирование и все идеологии, связанные с празднованием юбилеев и так далее, Великой Отечественной войны. Однако следов какой-то травм после войны вообще отсутствия, да, можно было сказать, это общество пережило совсем недавно войну. На одной из фотографий века, я тоже давно смотрел, был человек сидел на первой мировой войне, для него это важно нам показывало, где он был до этого. Ну, ещё, кстати, момент такой интересный, состав, опять же, гендерман состав учителей. Потому что учителей мужчин было достаточно много, кстати, вот в каком-то промежутке времени, по крайней мере, в 50-60-х годы. Позже уже, в связи там с генеративными и прочими изменениями феминизации профессии, да, и изменением статуса, уже как бы это всё начало меняться, но учителей это был такой значимой фигурой всегда в деревне. И, собственно, если вспомнить всю, например, белорусскую литературу даже с начала 20-го века, это центральная социальная фигура, это наставка, если вы помните, как такой центральный герой. Ну, по поводу гендерного состава у меня вопрос к нам все. Почему так мало мальчиков на фотографии, и почему эти мальчики сильно по возрасту отличаются от девушек? Тут они явно меньше. Может быть, мальчики помогают в семье, поэтому не могут учиться? Это вопрос к историкам, которые мы можем задать. Ну, это и есть из контекста, да. Да. С фотографией вы не можете задать. С фотографией вы можете задать. Ну, я просто апеллирую опять к этому, что из контекста это будет для него загаданно. Ну, наше дело задавать вам историки вопроса. Еще интересный момент – это отсутствие школьной формы и платья, которые сшиты примерно из одного и того же материала, с настоятельными девочками. И очень интересный момент, который мы находим на всех фотографиях века – это один из элементов праздничной фотографии – это белые носочки, которые надевают девушки и дети. Да. Ну, причем, вот эти белые носочки. И, кстати, вот прически взрослого женского состава, педсостава, такие как бы стилистически одинаковые. И как раз этот образ потом бы растиражирован в кинематографии спустил. И касаемо истории эмоций, тоже, про которую вы говорили, и, опять же, когда мы рассматриваем вот эту вот коллекцию Леха, мы видим там достаточно собранных людей. И было бы, наверное, неправильно сказать, что это просто такой вот общий эмоциональный фон, очень напряженный. Скорее всего, это связано с тем, что это действительно серьезно относится к ритуалу фотографирования. Но здесь есть очень интересный момент, мне кажется. Очень люди, учителя очень прижаты друг к другу, да. Они соприкасаются друг к другу плечами. И этого я не могу представить на современной фотографии школьной абсолютно. И эти две учительницы в середине кадра, да, которые просто почти приобнимают друг друга, как знака какого-то какого-то сестринства, близости. Вот мне кажется, что это как раз, опять же, из разряда фитологических вопросов к историкам, это такая как раз-таки послевоенная очень эмоция, когда чувство совместного пребывания в какой-то очень важной социальной ситуации. Вот от этих людей что-то зависит. Для них важно их сообщество, их сестринство и братство очень. Поэтому они даже столь эмоционально показывают это на фотографии. Ну, я еще думаю, что, может быть, для некоторых детей школьные учителя фактически выполняют функцию родителей. Вот. Это тоже, как бы, такой интересный аспект, потому что после войны, например, да, то есть мы знаем, что был демографический кризис, да, было много одиноких матерей, например, да, и в общем-то и детей, оставшихся без родителей. Но здесь, как бы, после войны уже прошло 8 лет, да, но как раз, мне кажется, может быть, с этим что-то связано. Я, собственно, еще сужу, потому что моя мать, она была в детском доме, и, то есть, вот, после войны, ее родители жили в Минске, и после войны, как бы, вот она была в детском доме, потом она училась теоретическими техниками, потом ее, как бы, по такому условному распределению отправили в 50-е годы, как раз работает тоже в детский дом. И она рассказывала об этом, как именно в такой семейной атмосфере, потому что, ну, как бы, вот эти воспитатели, да, заменяли родителей. У меня есть вопрос к вам, может быть, вы тоже что-то заметили и хотите поделиться? Или мы можем перейти еще, хотим показать, может быть, быстрее еще? Можно, да, я просто буквально… Потому что, да, вот когда смотришь фотографию одну за одной, вот это такое напряженное взглядывание в объектив и серьезные лица, это, наверное, самое такое сильное, непривычное впечатление. Еще есть фотографии, где, как бы, выдержка такая очень хорошо сработала, и эти лица еще, так, не по сегодняшнему, да, жестко отчерчены, глаза эти прописаны. То есть такое ощущение, что у меня не взглядывается в вечность, но это как раз та эмоция, которую ты пишешь, учитываешь, да. И я хотела как раз опять провести такой параллель, что как раз на советских плакатах разного рода пропагандистских, на фильмах, да, там даже на открытках с голливудскими актрисами как раз широкая голливудская рекламная улыбка, да. То есть это опять такая интересная позиция, потому что там реклама, да, такого строя, и это такая вот эта широкая улыбка, это знак, собственно, рекламы. Потому что у меня есть такая хорошая подборка и плакатов, и кинокадров, вот. А здесь, ну вот, люди живые именно потому, что они ничего не рекламируют, да, то чего не копируют. Они ничего не копируют, и в этом тоже есть, да, такое интересно, что вообще вот эта традиция студийной фотографии, а это ведь аналог студийной фотографии, да, в городе вы могли все прийти в себе принарядиться, прийти в фотостудию, да, это еще дореволюционная традиция. И там был не домотканный кольвер, да, специально сделан задник, и фотограф вас фотографировал. И как раз вся эта традиция, это традиция фотографии вот с серьезными лицами, да, то есть, вот, как ни странно то, что для нас естественно, что улыбка сегодня это такая часть, да, естественная фотография, ну, взять щелку и скажи «чисто», вот. То, на самом деле, вот если там думать, что исторически насколько не характерна вот эта улыбка, да, и рекламная саморепрезентация для фотографии, то есть, как долго сохранялся этот портретный стиль. Я так уверенно буду говорю, что в 12 лет меня с моим братом красиво одели, значит, в школьную форму, повязали галстук и повели в такой салон, и есть эти фотографии, где нам в голову не пришло улыбнуться, то есть это было, это, извините, это уже взлет застой, да, сколько держалась эта традиция, а ее исток самый дальний, это все-таки парадный портрет, да, это традиция спущенная, ну, вниз, да, вот с, ну, аристократического парадного портрета, да, где тоже не улыбались, в фотосалоны, а оттуда в те деревни, да, где, в принципе, ее, эту традицию переинтерпретировали, да, в традиционалистских, да, таких вот тонаков с этим рушником или, думаю, костилкой за спиной, с традицией, ну, дальше мы видим, в основном, это ведь в семейных фотографиях, да, то есть это вот выпадает, а там все-таки именно когда несколько представителей разных поколений, да, дедушки, потом родителей, потом дети, да, то есть там, там есть очень сильно такое-то, ну, традиционное такое крестьянское послание. Вот. Так что, мне кажется, что, мы можем сейчас проанализировать, а потом посмотрим, там, можно ли, я не хочу, я не хочу. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, во-первых, можно сказать, что, когда сделали фотографию, уже надо два года. И, я помню, как из такой клубной тарелки раздавался сообщение о смертисце. Ну, я это немножко помню. И насчет контекста и взаимоотношения, мы не знаем, как будет деревне, но в городе люди стремились вместе. И это были бесконечные какие-то празднества, по-любому поводу, когда собирались все люди, жили в коммуналках, вот, а версты, деревни, это общины, да. То есть родовые общины, устои, они там еще повесили. Но я, это так уже, я бы хотела сказать, что говоря о фотографии того времени, и о том, почему вот эта фотография, это предстояние, это, конечно, портретность, которую фотографию мы следовали в в том, что это уже от жилки себе, от парабряного партнета, где никто не улыбается, вот, а они достоять моментом вечности, истории. Вот, опять-таки, форму еще раз и имел ателье с большими стеклянными крыши и я помню как делались стационарные аппараты в кассетах и фотоаппараты, которыми пользовались фотоаппаратами были более компактные переносные фотографии мы еще смотрели на пластины возможно на стеклянные есть фотография со стеклянных пластинок широко есть фотоаппарат который зарабатывал таким образом а многие фотографии сделаны именно такими которыми это был способ заработка это преследовалось разрешалось я помню даже своего дядя который поначалу все это завершено было и обрабатывал те материалы которые те фотографии которые были среди ревняк это маленькие фотографии из которых сделаны большие портреты ретушировались с и Поэтому вот эта фотография, если говорить о качестве, я бы смотрю, это как-то инфекционный, я смотрю, он хороший, но многие фотографии с вашей традицией, они не делают фотографии, которые имели неплохую профессиональную тему. Поэтому это требовало более длительной выдержки, поэтому это не только эконом, в котором еще не было сжить эмоционально, исторически и прочее, это еще индектовало самотеку, потому что нужно было в какое-то количество секунд посидеть перед камерой и смотреть, как выглядит оттуда птичка. Поэтому вот это предстояние в этих фотографиях, оно еще объясняется в виде факторов. Фотографии, которые делали уже люди, которые, имеющие камеры, любители, аватеры, какие-то астрофейные аппаратура, они уже делали немножко более свободные. А фотографии, на которых зарабатывали, на которых было очень много, они транслируют то, что было принято. Мы сами поднимаем фотографии, это заболевали в оборудовании искусства культуры, когда фотография оттолкнулась от того, чтобы мы уже не были в жизни. Спасибо большое. Я хотела бы подчеркнуть, что в нашей коллекции у нас было такого плана фотографий, и по некоторым фотографиям видно, что они сняты на родкой же выдержке. А тем элементом, который все объединен, все эти несколько десятилетий, и очень разные способы фотографирования, это были эти самые постелки на фоне. Они как бы не меняются несколько десятилетий, это, по-моему, абсолютно уникально. Их использовали и семьи, и вот такие школьные семьи. И даже я хочу показать несколько портретов, которые у нас есть. Сейчас будет портрет именно мужской. Секундочку. Это мужской какой-то, но немножко другой. Это я не знаю. Спасибо. 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 Ну, я думаю, что у нас не столько много времени, просто хотела бы показать, насколько велика, скажем так, разбежка в тематике этих фотографий. То есть, например, фотографировали с какими-то своими важными предметами, например, велосипедом. Кроме того, есть мужские портреты, запечатлевающие какое-то такое мужское братство, где есть, допустим, пять молодых людей с гармошкой, которые рассказывают о своем празднике. Есть фотографии, где запечатлено первое причастие, допустим, в 50-х годах, где две девочки с полным граммик первого причастия со свечами. Есть фотографии похорон, где запечатлен умерший ребенок в гробу и вся семья вокруг этого ребенка. То есть тематически огромный срез самых разных ритуалов перехода от неженатых людей к людям, которые связаны узами брака, от людей, которые не умеют читать, к людям, которые уже пошли в школу, от девушки без велосипеда, к девушке, которая обладает этим ценным и очень важным для жизни в деревне предметом и так далее. То есть попытка запечатлеть переход от одного состояния семьи или человека к другому существенно важному состоянию, которым люди хотят поделиться. И опять же, действительно, еще маленькая ремарка – это самобытное, абсолютно уникальное придумывание самих себя. Попытка сделать свои изображения для своих потомков абсолютно соответствующей традиции и, с другой стороны, включить туда все то ценное, что есть у этих людей. Например, здесь девушка в костюме, который, очевидно, пошит специально, а не кублинку детства. Это видно до выпадками и к тому, как это сшито и выкроено. Опять же, белые носочки. Это прекрасный велосипед. Это репрезентация себя уж точно на многие-многие годы и пополения вперед, которая изобреталась конкретно этой девушкой или тем фотографом, которым она нашла, кто был приглашен в эту деревню. Вот. И вот эта самая репрезентация абсолютно уникальная. Давайте ее теперь попробуем столкнуть с репрезентациями официальными, как Ольга Романова. Слушай, на самом деле, перед тем, как мы перейдем… Можно ли перейдем на минуточку? На девушку? Ага. О, ребята, смотрите. Тут тоже, кстати, интересная фотография. Ну, у меня просто есть очень интересный переход именно к девушке, да, к одному кадру. Или мы будем в проект. Этот раз еще предотправа. Ну, так, по-коррески, что-то важное. Не, ну, я в конце… Я вижу конфликт между букеткой и шляпкой. Да. И билет. Все-таки. Ну, тут немножко контекста есть, потому что я специально смотрела. Эта фотография, там, в 50-х годах. И она сделана в Брестской области. В Пенском… В Пенском районе? Да. И поэтому тут вот латинкой написано на Вайяне западный этот вот, ну, не Вайяна, да, это как называется? Мы помним, это гармон, что у Вайяна. Ну, гармон, предмет попроще, а Вайяна, да, что такие… Ну, есть пианино с ботинами, да, то есть это как бы более серьезный девайс, но этот именно более серьезный, по-моему, такой. Так что ему есть чем гордиться, что ему сохранился, да, такой предмет. Ну, да, и кроме того, у них у всех… Ну, у некоторых тут явно другой социальный статус, потому что у этого вот человека в шляпе ищут часы на руке. Вот, и он явно, ну, одноверно, односельчанин, да, но он, там, человек, который сделал карьеру, да, после войны какую-то, то есть он показывает себя как горожанин, скорее, да? Да, конечно, и шляпа об этом говорит. И мне в этой фотографии бросился в глаза такой элемент, как породники рубашки. Во-первых, они у многих очень по-моему заостренные, а во-вторых, во-первых, пуговицы или даже две расстегнутые, что по моей гипотезе хочет показать о том, что эти люди живут праздничной, мирной жизнью. Это такая, как бы, противоположность застегнутым воротничкам военной формы и людей, которые не отдыхают, а доходятся на каких-то тяжелых работах. То есть мне кажется, это такая иконография, там, такого праздника… Рекреационная. Рекреационная, да. Так, а это люди, которые входят в оттепель уже, потому что на самом деле, я бы подсчитала, они примерно 30-го и позже, годов рождения. То есть они в больнице были детьми, сталинские, вот это послевоенные годы, это, не знаю, подростки, да, ну, то есть вот. И, собственно, вот их молодость уже пришлось на более полоядное, собственно, время, и им еще радоваться. То есть они действительно не выглядят здесь настолько… Ну, не знаю, я понимаю, что мы вчитываем, да, вот во взрослых людей мы вчитываем там вот эту серию травм, которые им пришлось там пережить, то, что им пришлось пройти. Ну, здесь вот такое ощущение, что действительно они вполне смотрят на дзрющее, что ли. Ну, что, как насчет официального театра? Так, ну, хорошо, давайте тогда еще раз вот на девушку, да, это я сейчас пора комментирую на девушку, и там фотка из женщины-трафта. Я хочу сравнить их, умеешь тут сказать. Девушка с велосипедом, да, сейчас попробую, я ничего не могу. А, у тебя не слушаетесь, да. Чижая техника, как она работает. Вот, вот, да. Да, вот, обратите внимание, да, вот девушка с велосипедом, да, фотография послевоенная. А сейчас вы видите кадр из кинофильма, который так и называется «Женщина». Это кинокадр из кинофильма 31-го года, а фотка называется «Женщина-трафта». По поводу девушки, я скажу, что она для меня не выглядит, как, что она приехала на этой велосипеде и уедет на эту велосипеде. А, ну, это все исторические геноверия. Абсолютно, скорее всего, она могла, одолжите с соседом. Ну, и все-таки, давайте я начну говорить, пока Лида будет искать, да. И все-таки, вот, Лида сказала, там, ситуацию перехода, да, и включила в эту ситуацию перехода девушка с велосипедом. В каком-то смысле для деревенской жизни это действительно ситуация вот «Женщина-трафта». Это действительно в каком-то смысле ситуация перехода, потому что речь идет о такой линии манципации, которая была, значит, в второй половине двадцатых, да, фильм тридцать первого года. Ну, это еще такой отцвет такой идеи манципации, да. Это то, как фильм тридцать первого года рисовал женщину нового типа, да, такую манципированную, свободную. Потому что понятно, что тот факт, что она ведет трактор, это значит, что она освоила профессию, которая считалась единственной в деревне, именно мужской, да, потому что трактористы – это была колхозная элита, да, то есть они действительно неплохо получали, а потом имели компликт, чтобы перебраться в город. Ну, это я сейчас проговариваю то, что Шейла Фельсфанк, да, как я это слышу, писала, да. Это именно белорусский фильм, да, это советский белорусский фильм, правда, приглашенного режиссера, но он снят именно в белорусской деревне, на белорусском материале, и совершенно понятно, что это актриса, да. И вот вам рекламный образ эмансипации, да, то есть там есть такая длинная сцена, когда она садится за руль, у нее трактор слушается, и это еще такой вид немножко снизу, это еще такие операторские эксперименты, потому что еще соцреализм не признан, да, таким методом, когда не должно быть никаких экспериментов, поэтому трактор и вместе с женщиной совершенно прекрасный такой композиционный кадр, да. Теперь почему девушка в селоцепеде, можно на нее не перескакивать, да, но, как ни странно, это тот образ эмансипации, который получился в реальность, да, потому что, когда девушка может не только сфотографироваться с велосипедом, она может на нем ездить, да, после войны, я думаю, это уже норма. Можно легко представить время, когда это не было нормой, да, то есть, уж не говоря о том, что велосипед все еще, даже в этом кадре, это некая ценная, там, дорогая вещь, вот она оказывается здесь в руках у девушки, да, это важно, не важно, далее ей подержаться, да, но тот факт, что она может рядом с ним фотографироваться, как сейчас женщина может легко на своей машине за рулем, да. По праву, чем-то, что мы говорим, да, по поводу эмансипированных женщин, в коллекции практически нету одиночных женских портретов, которые можно было, наверное, кому-то показывать из мужского пола, отравить какому-то своему жениху и так далее. Женских портретов одиночных нету, есть портреты подруг, есть портреты девушек с различными предметами быта типа велосипеда, да, показывающими, ну, вот, как это сказать, их скорее с точки зрения включенности в какие-то, да, практики, там, я не знаю, полезные для семьи, например, она стала более полезной, когда она стала владеть велосипедом. Вот, а, соответственно, я хочу сказать, что это... Это вызов, по-воте. Я хочу сказать, что эмансипация все-таки была с точки зрения того, что как, насколько свободно девушка могла себя репрезентировать одиночно, да, абсолютно такая специфическая... Ну, то есть это не про рекламную мысль Баджа, про те процессы, которые реально проходили в деревне, то есть все равно на самом деле это те ростки, которые удалось там прорастить, в том числе, да, там, девушкам, девочкам и возможности получать образование, да, там, делать до какого-то потолка карьеру, вот. Ну, с другой стороны, обратите внимание, разрыв, да, вот между рекламным таким пропагандистским фильмом, где, ну, на самом деле, он как раз про... Это драма, он про сложность эмансипации, потому что этой ангел потом достается. Он про разные женские семьи, там вообще про жесткость патриархатного общества вообще фильм. Такой он достаточно нореалистичный, но вот это вот телевизорка, он, конечно, абсолютно рекламный, невозможный, да, про пропагандистский фильм. Если там наложить на реальность. Вот, теперь давайте посмотрим, ну, это вот самый ранний, да, кадр. Теперь давайте посмотрим на Дочь Родины. Это пример того, как рисовалось идеологически, да, то есть там мы посмотрели реальную и воображаемую эмансипацию, да, здесь мы можем сравнить, ну, вы считаете, что его взгляды вообще обозначают? И вообще, что это за пара? Ну что? Да, это крестьянка, это председательница колхоза, это НКВДшник, ну, как бы пограничник НКВДшник, да. Естественно, они проявляют бдительность, да. Этот фильм как раз шпионский, просто поклонили польских шпионов, абсолютная такая, такие тоже в Беларуси, естественно, снимались. Режиссер пошла, как сам, блин. Ну, это один из таких самых известных агентств фильмов, вышедших, собственно, в годы Большого Тирока, да. На что я хочу пообратить ваше внимание, что вот в этом фильме нащупывается вот этот вот образ, как изображать идеально, ну, белорусский, да, советский. Вот если посмотреть на фотографии, люди одеты празднично, но везде по-разному, да, хотя встречаются и люди в национальных одеждах, но это всегда, это разные национальные одежды, да, в зависимости от местности, то есть там разные вышивки, да. Вот социалистический, да, такой стиль нащупывает этот образ, да, это вышитая рубаха одного, да, такого типа, ну и плюс разные там понятные, это женщина эмансипированная, да, и идеологически настроенная. Вот, и давайте тогда еще два кадра покажем после военных. То есть вот чистый образ уже советских белорусов, да, это фильм 2006 года, да, ну, можно их по очереди. Обратите внимание, вот люди, которые на фотографиях выстраивают семейную историю, да, и как идеологическая история показывает белорусок, как семью, как вы думаете, кто у них центральный патриарх? Абсолютно верно, да, это именно такая пирамида, да, можно посмотреть, ну, то есть это вот как идеологическая, собственно, репрезентация нации, да, подчиненная женская часть такая, вот это народ, значит, а отец, он же там патриарх, он же, ну, просится какие-то такие метафоры, может быть, сексуального характера, ну, идеологических, оплодотворяет, да, чтобы собрать, не, ну, на самом деле это смысл есть во многих. Ну, мы можем просто посмотреть другие кадры, на самом деле это фильм-концерт, но в него явно включена хроника, и возможно, что это хроника довоенная, потому что, ну, слишком уж он вышел, после войны вышел, вот вам еще образ народа, да, и посмотрите, насколько контрверсию представляют вот семейные реальные фотографии, да, где история семьи, да, где совершенно другая идея, да, традиции, поколения, да, вот это слово семейного единения, здесь как бы вот такая семья разбита, есть молодые лица, да, которые должны проводить какую-то идею. Мне кажется, вот эта частная фотография, она не так уж и свободна от идеологических каких-то вещей. Надо их поискать, но они будут другие, да, то есть мы, как манят, мы их головы людям не можем залить, потому что вполне возможно, да, что там они могли бы говорить тем языком, который, ну, мы этого не знаем. Но визуально, ну, это, конечно, не фотография, это стоп-кадр, в кинохронике, тут есть здесь какой-то момент, да? Не, ну, есть и блокады, да, вот так. Элементы сценировки здесь просто кричащие на фоне, там, вот это достаточно. Правильно. Ну, сейчас я вам покажу еще одну сценировку. Можно там еще раздрея на пену засмотрим? То есть, смотрите, это, значит, они поют непонародную песню, да, из сценировки они собирают урожаи, ну, здесь, как бы, в качестве патриарха уже сам Сталин. Здесь важно, что понятно, что инсценировка, понятно, что это идеологический конструктор, да? И понятно, что здесь он еще, в каком-то смысле, отрабатывается. Но я как раз, моя инсценировка заключается в том, что именно этот образ нащупанный советского белоруса, это то, как мы вообще, ну, как бы, глядя назад, только на то, на что мы сразу натыкаемся, потому что у меня есть фотография 80-го года. Посмотрите, увидите. А, это уже 80-й год, да, обложка. И была еще одна, я ее забыла закачать, значит, это серия плакатов уже современных белорусских, которые 5 лет назад висели. Там тоже был такой советский слоган, да, такой похожий. Ну, там, мы белорусы, там точно такие же национальные костюмы, да, точно так же они выстроены, как бы, в рядок, там, примерно одного возраста. Ну, то есть, я к чему, что этот образ, который был когда-то найден, ну, как отображать советскую нацию, то есть, белорусскую нацию, так, чтобы она при этом казалась абсолютно советской, да. Нужно оставить некий этнографический код предельно обобщенный, чтобы, не дай бог, еще внутри страны не разъединять людей, да. Ну, вот, нашли какой-то образ костюма, да, такого. Тут еще, кстати, такой более свободный, 80-х годов. Вот, нашли какие-то вот формы, ну, то есть, это улыбающиеся, счастливые, как правило, молодые люди, да. Вот, вот вам национальная форма, а содержание, разумеется, социалистической, да. То есть, это вот такое схлопнутое. И насколько разбивают эту историю фотографии, где люди оказываются совершенно разные, разных поколений, разных сословий. Это и есть белорусы, да, то есть, вот, и попробуй найти некоторые, ну, такие вот, общие рамки, чтобы, вот, включить. Вот. Ну, да, соответственно, мы, в общем-то, абсолютно органичным образом ответили за кучи вопросов, которые мы собирались обсуждать, и про гендерные какие-то аспекты, которые эти фотографии презентируют, и про, собственно, про то, что мы, как, в общем-то, люди, которые не являются членами семей, которые запечатляли себя, можем и хотим увидеть на этих фотографиях. То есть, да, мы можем увидеть какой-то другой совершенно образ белорусов, чем тот, который нам навязывает до сих пор, некая генография, которая наследует советской. И мне кажется, что очень важно, что у нас возникли какие-то альтернативные визуальные образы, благодаря этому архиву, на которые мы можем опираться сейчас в том числе, да? Пожалуйста, рецепт. Я все время думал, а как я могу быть полезен, или точнее, историческая мастерская этому проекту. Потому что ваше объявление, я увидел, до войны и после войны, как бы в войне этой практики не было понятно, это черное время, непонятно, что происходило, непонятно, что было происходило. Но немцы фотографировались. Именно, и ключевой тезис, что немцы как раз, это именно на тот момент, у них, если брать по статистике, камеры у них очень много было. И единственное, что они не всегда хотели людей фотографировать. И у нас в Минске сейчас проходит выставка, которую я не считаю, очень хорошая, потому что это фотографии изданий, а не людей. И спрашивает, где люди на этих фотографиях, потому что немцы пришли сюда и немножко стали ланяльным взглядом. Обычно это какие-то пустые улицы. И вот так примерно выглядит немец. Но в данном случае интересно, потому что они в деревнях фотографировали. Иногда молодежь выходит, мотоцикл, приезжает техника, интерес, не велосипед, а уже мотоцикл. И интересно, интересно, они зачастую и фотографировали также белорусы периодически, коллекции семейные всплывают, немцы, которые убирают их, или вырывают с альбома, распродают, или альбомами передают, это самое основное сокровище. Короче, посмотреть вдруг на какой-то фотографии, хорошие белорусы перед немецкой камерой повесили то, что они хотели повесить, и стали. То есть эта практика как-то, они показывали им эту практику, или она просто исчезает. И именно тот, кто фотографирует, он определяет, что будет как-то. Ну это было бы очень на бантерский и сложно. Ну я вас спровоцирую на новые. Слушайте, а много же еще не фотографируют расстрелы? Для касаться расстрелов, это их трофеи были, там другое образование. Я имею в виду, как они были фотографированы. Конечно, ты, вы показали голые ноги, немцы любили голые ноги фотографировать, потому что это тестили, теоретики, которые они здесь видели. И надо было послать домой такую фотографию, посмотрите, то, что вы нам рассказывали. Компания цивилизации. Да, именно элементы там. То есть они такие элементы искали. Но интересно, когда они попадали в кадры, то, о чем мы говорили, о говорении до войны и после войны. Потому что у вас это исчезло, потому что вы, ну считаете, наверное, этого не было. Но если это такая была практика, она же должна где-то будет продемонстрирована. Возможно. Как-то они не сприезжают с камеры, пойдемте вы, наконец, в нашу школу сфотографировали. Мы не фотографировались с 39-го. Супер, спасибо большое за такую идею. Может быть, у кого-то есть репети, от которой вы хотите поделиться? Может быть, у вас еще что-то есть? А кому сыграли это? Это вам не сыграли, да? Пусть скажите. Я скажу, ну, хотя не очень-то имею право на это, потому что я подключилась к проекту только в этом году. Мы это начинали сыграть больше двух лет назад. Эти архивы. Есть несколько архивов в Беларуси, которые именно сотрудничают как партнеры, которые позволили свои фотографии отсыфровать. И большая часть фотографий все-таки собирались по единичной фотографии с конкретных семей, начиналось со знакомых, а потом через медиа предлагалось прислать эти фотографии в качественном, отсканированном, либо физическом виде. И так, ну, архив, он не закрыт. Веха большой архив по всей Беларуси. Он продолжает наполняться, и я надеюсь, вообще будет в этом году быть. Ограничения по годам у большого архива. Их нету, это 20-й век. А у этого маленького архива ограничения сформировались абсолютно сами по себе, потому что, как я уже говорила, интерес представляет схлопывание именно традиционного элемента семья с вот этой вот постелкой и лиланком, который они выносят для фотографирования, семейное фото, и вот заканчивается традиция сама в конце 50-х. Как мы можем отследить по фотографиям? То есть, я не буду так уже жестко фотографировать рамку, как там звучать. Вот, если нету больше никаких реплик, я хочу дать, пожалуйста. Я хотел исправиться, потому что я говорил, что все это конструктор, и вот такого плана. Но, в принципе, контекст этих всех созданий был очевидный интерес простому человеку. Если взять, жалко, что Андрея Москвы нету, потому что у них один из наших важных проектов, основанных новостной истории, интерес простым людям. Мне кажется, и третья история, как раз в том же ключе, только речь идет контекстуализация, только через визуальный образ. И чем больше мы историков подключим, тем больше мы считаем. И тем больше мы будем уверены, что мы правильно читаем. В.Путин. Спасибо огромное. Если вам интересно посмотреть фотографии этого архива, заходите, пожалуйста, на Веха Олдбай, и там есть этот архив, который называется «Найлепший бог». А Ули, где мы сейчас находимся, Крампадина, каковая компания, она помогает нам собрать деньги для того, чтобы сделать книгу, значит, чтобы эти фотографии напечатать, сделать им доступны для исследователей и всех остальных людей, которым интересно, и там, на сайте нашем Улья, я думаю, что вы пользуетесь социальными сетями, и нас без труда найдете, вы можете полистать уже сверстанную книгу, посмотреть, как все красиво и здорово выглядит. На самом деле, сейчас предлагаю посмотреть несколько разворотов. Да, которые у нас уже готовы, если вы, конечно, не знаете. Да, пока вы там налаживаете, просто это напомню, что практически единственная диссертация по повседневности после военной Ирины Каштелян, она была запрещена, не была защищена здесь, был суд между автор этой диссертацией и ВАКом, и Ирина издала книгу о послевоенной повседневности на английском языке, по-моему, в гиссонской серии, да, с чем я очень рад, что все-таки в этой книге как раз рассказывается об обществе, да, к счастью, а не о власти, в меньшей степени, в большей степени этих социальных группах, которые были, в том числе, конечно, о той группе, которая доминировала крестьянами. Стыно, что я этим сказал, потому что... Нет, на самом деле, просто не было такого вопроса вот историографического, да, но на самом деле, опять же, вот возвращаясь к тому, что писали школьники о 40-х, 50-х, 30-х годах, хочу сказать, что им не на что опираться для того, чтобы описывать эти фотографии и жизнь собственных дедушек, бабушек там и так далее, не прибегая к штампам, сложившимся еще в советской историографии. То есть это очень сильная заштампованность, очень сильно, и было очень мало критических эссе, где действительно пытались рассматривать такие аспекты, например, как голод, да, как еще что-то, то есть, в общем-то, были какие-то оптикальные фразы, и это печально, короче. Вот, что я хочу сказать. Спасибо. 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 Мы фотографировались, где нам показали эту поселку, мы ее вынесли на перц, перц собой. Мы ее отрывали не со спиной, а как бы в этой поселке, потому что нам говорили, что она нам показала, и мы все коррекируемся, складываем в зале эти поселки на перц. Чтобы как бы вынесло в ванника на перц. Ну, превратилось в артефакт, который уже сам госпитал. Да, и сам госпитал. А еще, знаете, тоже, я не знаю, может, это вчитывание, но меня в этих фотографиях поразило это достоинство человеческое. То ли потому, что это люди серьезные, то ли потому, что это все-таки еще христианская порода, это, ну, крестьяне там с образованием, может быть, ну, кто-то с образованием сделает городскую карьеру, кто-то из зажиточных крестьян, да, ну, в лицах есть достоинство. Ну, собственно, и к родителям многие на «в» обращались. Такая тоже интересная практика, там, тридцатых и пятидесятых. Вот иногда такое достоинство вот у деревенских бабушек, вдруг она вот выходит, да, у нее во взгляде такое вот, что-то есть такое, спокойствие такое вот. Ну, мы тоже, ну, понятно, это как, как бы, мое ощущение, оно никак не проясняется, да, такое учитанное, или что-то там. Я думал, скорее, еще, знаешь, вот это может быть связано с тем, что, ну, например, я долгое время вообще не представлял, что это были за люди. И теперь я на них смотрю, я как бы редко вару этих людей для самого себя, потому что, например, когда мы были в Бавруске и смотрели фотографии еврейских семей, довоенные фотографии, которые сохранились с религиозными атрибутами некоторыми, и тогда это действительно было такое потрясающее путешествие в Бавруск, которое уже нет, и которое мы даже не представляли там долгое время. Видя. Вот, разначально, вот, это наши будущие книги, вот, и можем посмотреть его с воротов. Большинство фотографий имеют в фокусе? Угу. Вот, ветеран первого года, Юрий Чпирович. Ага. Афтография 51 года. Уже. А когда ветераны второй не показывают, так и показывают. Даже, наверное, в год, наоборот. Да. Это коллекция из деревни Кула-Чит, в которой пока была коллекция передана коллекционером, и в большинстве этих фотографий нет в комментариях, то есть нет каких-то исторических сведений о том, что за люди изображены здесь. Но придется как раз работать над тем, чтобы было установлено... Вот советская промышленность. Здравствуйте. Ну вот умершая, да, девочка? Традиция долго, кстати, держалась с фотографированием? И тоже она абсолютно такая древолюционная еще. Чуть-то не витарианская, да? Сделека. Ну, эта фотография вся сельская, да? То есть городской там или городской? Ну, Беларусь была очень разная в это время. Западная, срочная Беларусь. Да. И Беларусь в деревне около Пинска. И, конечно, нельзя сравнивать. А это на фотографиях, это легко читается? Региональное развлечивание. Вот, да. Вот сейчас я знаю... Это классический... Я, конечно, знаю, у вас будет хорошее очень введение, но классическая проблема. Много иллюстрации, мало текста. Многих монорусских изданий. И, я не знаю, по этим фотографиям я не смогу прочитать где это. Это, конечно, западная Беларусь была более зажиточна. Мы рассуждали про мужчины, которые... В западной Беларуси мужчин было больше. Мы брали по армии. Мы брали только после освобождения мужчин. Уже в Северской Беларуси. В Восточной Беларуси тотально нету мужчин. Это отчасти так, но была сразу мобилизация при освобождении. Там брали как раз западников, чтобы сразу кидать на достаточно современные горе и горячие точки. Но все равно, все равно. Ну, в тенденции, да, из вас. А то они... Больше всего эти мелкие детали или большие предметы, как его сыпеды, кажется, тоже больше... Ну, конечно. А за ними нас... Во время войны немцы... Ну, он... Нет, нет, нет. Когда из людей, как примерно, знаешь, потеряли, это считывается. Ну, это, конечно, дичитация должна быть. Ну, это из лица. Это из лица, да. Вот интересно, даже с тем же велосипедом. Девушка его поставила, потому что она с Восточной Беларуси и досталась велосипед, и она этим гордится? Или она его поставила, потому что это западная Беларусь? Она из восточной Беларуси, из восточной Воспитании. Ну вот, да? То есть вот я к тому, что по фотографии, мы смотрим, что это, может быть, так и это, да? Нет, это западная Беларусь. Ну, это западная Беларусь, это разные вещи. Так просто велосипед на фотографии вас еще не показали. Ну, понимаете, мне рассказывали в экспедиции, я бы задавала вопросы, как снимали. Ну, это дорого было в удовольствии? Поэтому снимали кого в первую очередь? Либо семьи, либо детей. Ну, девушки, да. Девушки, потому что это... Ущества, да, уж ими, да. А, конечно, бабушка... Ну, не в фильме фотографии, но не стоит. Это уже это не в реагическом фотографии. Такие фотографии, если бы вы имели, не улет, не подъявили свои, скажем, жанры, в рамки, выбор, объекты. Конечно, если бы мечта была, если бы в этом сборнике была бы действительно часть фотографии, имели бы такие углубления. А из серии Иван, Петр, Галя, этого не знаю, смысл, приехал Ваня. Ну, то есть... Мне кажется, 50-е годы, 60-е, вполне возможно. Мы работаем со свидетелями. Ну, а пусто. Что можно, то... Видимо, у этого проекта иная все-таки задача привлечь внимание общества к сохранению семейной фотографии, к изучению этого. Мы, как всегда, поздно к этому обращаемся. Наши соседи, поляки, уже много чего у нас пособирали. Именно вот такие люди. Не, ну, я имею в виду просто даже таким тестовым образом попробовать нащупать, что можно по конкретной фотографии. Ее можно было тогда в какой-то более оборотном, и педагогическом... Если у вас есть фотографии подобные этим, пожалуйста, присылайте их нам и рассказывайте как можно больше, что вы потом знаете. Чтобы вы не занимались потом действительно таким попыткой культурологического анализа, а могли подключать максимум каких-то контекстов и инструментов. И эту книгу, вы также можете использовать ее как эстетический какой-то документ, как документ архивный. Пожалуйста, покупайте, присылайте нам ваши донейшины через Ули. Мы будем вам очень благодарны. Поддерживайте нас самыми разными способами. Можете нам бросить 3 рубля, можете 5, можете фотографии свои прислать. Вот мы будем вам благодарны за все. От маленького взносы на очень большое. Так же шары в соцсетях, какое-то распространение. То есть, если хотите... Да, рассматривать эту тему, кому это интересно. Слово для кого-то, да. Спасибо большое, что вы сегодня здесь были. Будем ждать ваших каких-то отзывов, любых содержательных, эмоциональных, по поводу того, что сегодня говорилось, по поводу самого проекта, и по поводу будущих людей. Всем огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.